здравствуйте друзья с вами снова андрей вельгаш компания окно в лондон у нас сегодня четверг половина девятого я выезжаю за олегом кто смотрел последнее видео знает что завтра не начинаются каникулы и мы планируем первых четыре дня его каникул провести вместе то есть я его забираю завтра утром из школы мы проедемся по школам которые предложили лего место в следующем году то есть нам нужно приехать к ним на собеседование нужно чтобы олег посмотрел чтобы они посмотрели на олега идеальное время для этого начала каникул когда они еще не ушли на каникулы ну и пока олег еще в англии потому что во время занятий его снимать с уроков не хочется а когда он вернется после каникул школы еще не будут работать выехала как всегда поздно сегодня позже чем обычно потому что я сам сегодня был в школе не знаю кто кто смотрит поста регулярно мой канал знает что я тоже учусь в школе сегодня меня урок английского не просто английский у нас такой идет микс английский язык литература и драма но об этом я расскажу в отдельной ветке поэтому я просил с последнего урока со школы сбежал и сейчас выезжает как 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 обычно олежка продолжает нас радовать то есть меня правил я сегодня то есть вчера я правил имейлы всем преподавателям то есть узнать как прошел первая половина триместра какие у них впечатления что нужно сделать время каникул и так далее учитель скультура мне сегодня написал на физкультура я уже не ожидал в принципе теоретическая часть у них тут скультура не только бегает а время культуры еще им рассказывают теорию то есть как работает человеческий организм мышцы метаболизм обмен веществ на так далее и тому подобное и они пишут соответственно контроль так вот наш олежка решил что он парень спортивный и он за счет практической части то есть он набегает свою оценку а теорию учить не будет учитель мне написал что это не так не совсем так если он теорию будет продолжать сдавать так как он сдает он сдался у нас на 30 процентов из 100 контрольную то он ему не поставит нашу оценку си нам напомню нужна оценка си какие предметы для того чтобы поступить или чем году в школу биология задала задание на на каникулы сейчас я олегу перезвоню кстати мы с ним договаривались что он сделает домашнее задание по биологии пришлет мне его в дороге проверю как прошлый раз то есть я прошлый раз заезжал на сервис по дороге на бензоколон объяснить ну то есть где есть и кафе бензоколонка и оттуда звонил ему по skype он мне рассказывал о своих успехах в этот раз так не получится потому что я очень поздно выехал и я просил его с прислать мне фотографии фотографии проверить не получится сейчас я узнаю как успехи у него проходят сервис заезжать уже не буду ехать мне четыре с половиной часа ехать далеко еду в ту же гостиницу что и прошлый раз надеюсь меня пустят не придется ночевать машине не берет трубку он мне позже перезвонит утомлять длинным видео не буду тогда через четыре с половиной часа я буду там там я ночую завтра утром 8 часов забираю его из школы завтра мы посещаем три школы то есть мы проезжаем практически через всю англию то есть я вас на севере он так почти на севере на севере англии не великобритании английской части находится то есть мы туда выезжаем и движемся в сам низ до океана завтра по дороге заедем три школы будем снимать видео снимать видео в школе надеюсь будет интересно так что все спокойной ночи а я поехал до свидания до завтра как дела хорошо мне дела в упаковке молодец по списку по списку угадать что тебе еще нужно в список докинуть что те физкультуры олежка по ну олег как так случилось я согласен но это понимаешь но тут такое отношение что физкультура твоем понимании это когда нужно бегать а у них физкультура не только бегать еще и теоретическая составляющая то есть что ты знал как 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 твои ноги бегают поэтому не тебе выбирать понимаешь условия для того что ты сдал нужно сделать и то и то тем более я почитал ничего сложного там нет в чем проблема вот и скажи там там сложно тебе так было что-нибудь делать но в чем там вопросы элементарные и они мне не прав но вот я тебе точно говорил в следующем году те начинается и лава там ты выбираешь только те предметы которые тебе нравится и ты делаешь только то что тебе нравится в этом году тебе нужно сделать то что тебе нравится плюс то что ты должен сделать это ты должен сделать ладно смотри я за рулем не буду долго рассказывать потому что меня отвлекает этот свет давай это собирай вещи ложись спать что выспался все по списку собери завтра проверим я татра 8 8 30 тобой заеду я тебя наберу как выйду из гостиницы хорошо биологию ты делал то что мы договаривались на сегодня ну да я спросил у меня что надо было сделать но ты сделал нет олег мы с тобой договаривались что сделаешь даже больше тебя спросил олег тебе прислать видео нашего разговора я тебе сказал что ты мне в 7 часов пришли что нужно сделать и потом по дороге ты не скинешь фотографию сделано в домашнем задании так или не так хорошо ты собрал же вещь давай разбираться с биологии начинай делать и и завтра 8 часов я тебя заезжаю хорошо давай начинай делать сейчас потому что нам сейчас кроме бизнеса я думал мы с тобой проведем выходные в разговоре о бизнесе нам перед добавилось биологии а сегодня еще и физкультура давай сократи эти наши с тобой лишние трату времени лучше посмотрим больше школ договорились давай ты что ты не весел завтра каникулы начинается все давай до завтра вот так вчера мы с ним договорились что делать не урок по заданию биологии он все уже сделал вид что забыл ну ладно все я поехал до свидания доброе утро друзья вот и наступило долгожданное 16 октября я выехал из гостиницы заезжая за олегом через 10 минут буду в школе и мы вылетаем у нас сегодня по графику посещение трех школ первая сетберг 2 риккин колледж риккин колледж я уже заезжал как-то один кто помнит прошлый раз когда я приезжал коллегу сейчас едем вдвоем эти две школы согласились рассмотреть кандидатуру олега на следующий год и третья школа нас лактон скул по дороге но она уже ниже гораздо и я сомневаюсь что мы у нее попадем но мы договорились так что если мы приедем до 5 часов вечера в школу нас еще пустят покажут в школу если мы приедем позже после пяти но мы сможем походить по территории посмотреть вокруг посмотреть городок в школу к сожалению не попадем ну будем стараться день впереди у нас предстоит тяжелый так что смотрите нас всем хорошего дня вот мы олега забрали я я в куртке он футболки все нормально тут таким закаленным стал или всегда дликен был а сегодня кромче всегда всегда был ты кстати завтракал нет нет влияние у нас сейчас может в школе нам покажут столовую если мы попадаем к ним на завтрак если нет то после школы заедем куда-нибудь так у нас сейчас предстоит супер марафон по трем школам длиной в целый рабочий день последний нам желательно успеть пяти часам вечера если успеем попадаем не попадаем то посмотрим только окрестности первая школа в часе езды час 15 ну что твое дело главное улыбаться и смотри тебе нравится или не нравится ходи по школе ты уже знаешь что что-то как если очень нравится сильно бурно не реагирует там ваши задания вчера сделал в биологии честно нет почему уже каникулы уже да конечно а то что биологии нам еще нужна физкультуру и бизнес это уже дело такое физкультуру я не знаю что не знаешь забивать эту теорию просто коллега должен понять что ну ты же учишься в дальнейшем получить высшее образование физкультура это не только бегать физкультура это еще понимать как работает тело как работают мышцы ну что там сложного нету там элементарные вещи я почитал эту эту контрольную работу пробежал бегло потому что времени не было мне написал вечером перед выездом там половину вопроса можно было ответить интуитивно а ты опять просто посмотрел не знаю и до свидания да но мы с тобой об этом говорили что даже если не знаешь ответа нужно что-нибудь отвечать тогда если преподаватель видит что там было какое-то рациональное звено тогда или зерно я уже забыл правильно говорить тогда поставить тебе хотя бы половину оценки хотя бы 25% оценки а у тебя ноль 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 вопросы помнишь какие там были ты хоть над ними думал но как если ты думал и ты ни один вопрос не помнишь там вопросов 30 ну это другая история значит другая история какие вопросы там были расскажи мне интересно просто как ты вот вот ты садишься вот дали тебе контрольную ты открываешь на каком этапе ты понимаешь что ты не знаешь ответ значит на письменном ты читаешь вопрос ну вот ты прочитал вопрос дальше как ты думаешь какой у тебя алгоритм нет какой процесс ну ты же не написал практически ничего то есть ты думаешь что написать и не пишешь ну вот смотри ты подумаешь ты за 30 вопросов ни одного вопроса не помнил нет ты сейчас шутишь или это так и есть я не думаю какие вопросы я и даже в голову не стараюсь забивать вот видишь даже в голову не стараюсь забивать а там элементарные вещи в принципе может даже интересно было ты не интересно там не знаю метаболизм как мышцы работают нет я уже знаю что просто страны в карте маски ну все больше мне еще не надо а кто тебе даже ничего не надо ты каким какими экспериментами пришел в результате каких экспериментов пришел заключение что тебе это не надо ты сколько лет пытался это выучить разочаровался и понял что это не пригодится больше в жизни а? олег мне тоже интересно почему ты решаешь все это не надо потому что это не интересно или как ты решаешь все это не надо а? не знаю ты уже хочешь обратно в школу? а? 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 ну сейчас вернемся тут недалеко ну 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 не теорема а теория во первых ну ну знаешь что теория без практики а в принципе да немножко пословица не подходит ну тут теория дополняет практику ну если ты занимаешься спортом ты же будешь дальше заниматься спортом на самом деле я я именно рассчитываю на то что в практике что я наберу практику это половина этого теста ну ты понимаешь что там вопросы элементарные тебе не нужно садиться и учить сейчас какую-то органическую химию что-то такое что вообще какую-то абсолютно новую науку которую ты понятия заданного не имеешь большинство этих вопросов это интуитивные вопросы которые ты так и так делаешь на практике просто в теориях напиши ну мы с тобой говорили сейчас в этом году нужно делать то что нужно а не то что ты хочешь рано тебе еще делать то что ты хочешь понимаешь очень рано на айлевел будет относительно то что ты хочешь ну те предметы которые ты хочешь но опять же по тем предметам будет много такого чего ты не хочешь делать но нужно будет делать пока ты учишься в любом случае нужно делать то что тебе нужно делать что ты должен делать Пока тебе рано еще решать. Когда станешь бизнесменом, если станешь с таким отношением к учебе, тогда будешь делать то, что тебе нравится. Прям понятно здесь? Объясняюсь и изъясняюсь. Нормально? Тепло? Да. Включи себе там сиденья. Кстати, тут ребят много входит в школу с самого утра в дом. Это дейбордерс, да? Да. Их утром привозят, они весь день с вами, их вечером забирают, да? А есть такие, которые их только на уроки привозят, с уроков забирают? То есть это вот так. И у них там свои комнаты, или у них общий какой-то холл. То есть они на большой комнате, где они между уроками сидят. А какое-то разделение между бордерами, да и бордерами есть у вас, как у ребят, допустим, то есть с теми не дружите, а с теми дружите? Нет. Нет такого? А то, что с местными, с неместными? Хорошо. Это очень хорошо. Потому что я бывал в школах, где местные, которые приезжают на день, не дружат с бордерами. Там какие-то национальности, вплоть до того делятся. То есть есть разные школы. Это хорошо. Еще я видел, или может просто они возвращались зачем-то. Ну может мне показалось, что вдвое, по-моему, с такими чемоданами, как будто приехали, а не уезжают сегодня. Это что, на каникулы какие-то будут занятия такого? Это каникулярные какие-то курсы или что? Да нет, там еще в лагерь приезжают в школу. А, лагерь, ну. А, то есть на каникулы у вас будет лагерь? Да. Поэтому я вечно и блоковался. Я понял. А те, кто в школе учится, допустим, если бы ты не мог уехать, ты мог бы остаться в этом лагере? Нет, я говорю, что мог бы. Потому что я просто в Гордину уехал. Ну, либо просто если поговорить, да. Ну, а лагерь для кого? Лагерь просто для ребят, потому что у нас трудятся. Из разных стран. 47 человек туда пришли. Только на эти от каникулы? Да. Ну, я же говорю, а если бы, допустим, тебе некуда было бы уехать, тебя можно было бы оформить в этот лагерь? Или у вас в такой практике никто ни разу не оставался? Нет, ну, все в основном. Гальтин забирает. Я понимаю, просто как, ну, во всякий случай, я не говорю о тебе конкретно. Просто у нас есть другой случай, там, ребенок не может уехать. Они в школе не разрешают, мне просто интересно. У них просто лагеря нет. Мне просто интересно, как было. Понятно. Понятно. Хорошо тогда. Поехали. А вот это вот мы с утра стучали в эту комнату, это жена хаус-мастер. Да. Хаус-мистерс. Ну, она и считается, хаус-мистерс, то есть она работает с вами. Да. Именно просто как бы жена и там живет. Ну, она, если чего-то надо, стучишь ей, она рассказывает, что у тебя. Но она как бы не является, не, не сотрудником этого. Нет, я думаю, я не работаю. Хаус-мастер-мистерс. Хаус-мастер-мистерс? А хаус-мистерс, да, правильно. Домохозяйка с мужем, я понял, просто помогает. И дети у них там есть, да? Сколько? Ты не знаешь сколько детей за 2 года, не видел их что-ли? Наверное, мне просто интересна вот эта вот такая работа, то есть они вот живут, прям тут один дом просто он в одном крыле, даже не в крыле получается, на первом этаже там у него как квартира, да? И он со своей семьей хаус-мастер, еее, 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 еее. Ну а его дети как-то с вами там, не знаю, дружат, знакомые? Нет, они в разных классах, маленькие, еще один, меньше, третий старше. Ну они все в вашей школе учатся? Ага. А там какой-то график его посещения или в принципе когда нужно к нему стучишься? Ну а где? Другие. А если нет, то жена подскажет? Да. Интересный такой, это даже не работа, это образ жизни. Я просто в многих школах бывал как бы и всегда немножко этому. Иногда удивлялся, иногда умилялся. С одной стороны хорошо. Жилье, дети в школе учатся. Где живешь, там и работаешь. А в принципе он еще и у вас старший по кухне, да? Дополнительная работа. А так то он за вами смотрит только вот, получается, мысло уродно, да? Я просто был в одной школе, где здесь у него хотя бы квартира получается внизу, у него там сад задеет, да? Ну как гардер. То есть это как бы дом в доме. А я был в одной школе. Гардиан живет на третьем и четвертом этаже, просто вот как комната. Вот идешь в комнату ребят, вот гардиан живет с женой. У него просто такая двойная комната с гостиной. Ну там такие уже пожилые люди. Он говорит, у меня комната всегда открыта. Ко мне ребята приходят вечером телевизор посмотреть. Ну я себе так представил, и жена там тоже. То есть я представил как бы, ну вот, там ребят, получается, около тридцати у него. Ну я понимаю, все тридцати не приходят смотреть телевизор, но то есть как бы живет человек как будто вот в таком открытом общежитии. То есть захотели, пришли дети, захотели, ушли. А, еще говорит, могут ко мне на кухню зайти. Говорят, хочешь там себе у меня на кухне чай сделать, на кухне можно посидеть, там скажу, метрброд, если на общей кухне занят. То есть вообще человек живет а так вот. Ну а он у вас как? Строгий или как бы? Он, смотри, он за вами смотрит и ходит за вами, прям контролирует. Нет, если может. Или он для того, что когда он вам нужен? Как? Он вам нужен или когда что-то кто-то на кухне от чего-то он сразу как пули еще куда-то показывается. То есть ему сообщают или как он слышит что там? Не знаю. Сообщают, сообщают. А то, что там, не знаю, из-за тем, что в домашнее задание делали там все, это все он делает? Воглем прямо, если хотите. Да. Да. Нет, у нас тьютер ходит. А, у вас здесь идет тьютер? А, вот этот, как вы его называете? Нет, это D5C. Насбастер. Ну, который в прошлый раз представлялся тьютер? Твой. Да, ну, есть тьютер один с тьютер. Это они во время препов, во время поднимающих заданий ходят? Да. Следят за тем, чтобы вы... Но они не живут в доме? Нет, там есть Вавилен, да? У нас рядом с нашим домом. Ну, то есть еще один? Там еще справа дома есть, там лежит. А, то есть они живут отдельно, а у вас в доме только вот этот ваш хаус массаж? Да. Но они все на территории школы, то есть что они все рядом, все быстро пробивают? А если там, не знаю, заболел, медсестра есть? Да, у меня есть. Просто такой момент, он как бы в теории понятен всем, на практике как бы всем. Есть люди, которые очень удивляются и переживают по этому поводу. То есть, в принципе, такого, что что-то с тобой произошло, не знаю, что нужно сделать, и ты один, и ни к кому обратиться, такого не бывает. Всегда тут кто-нибудь есть, или тот, либо тот, да? Да. А вот в плане будущего университета, там, обучения, ты что-нибудь думал вообще? Да, вообще, но пока не надо. Ну, я тут, ну, я в секс-фор, русский. С секс-фор? Да, с секс-фор разговариваю. То есть он уже поступает в этом году, да? В следующем, в следующем. Он уже просто подал себе цену. Ну, сейчас подал, но в следующем, ну, я вам и говорю, в сентябре 16-го университет переходит, правильно? Да. Ну-ну? Ну, в Оксфорд. Оксфорд? Оксфорд. В Оксфорд. В Оксфорд. Коннормикс. Слушай, хорошие у тебя друзья, я тебе скажу. Ну, да. Конечно, он дурак дураком. Так, наверное. Ну, наверное, о человеке, который потом документы в Оксфорд так не стоит говорить. Айби. Да он зачем-то непонятно Айби выбрал. Айби? Ну, я, да я, ну, как это непонятно, я знаю почему. Ему агенты посоветовали. Скали, что это, это круто. Ну, ну, ну. Он говорит, что это большая, чем твоя жизнь. Лучше бы я его взял и делал три предмета. Не отдыхал бы просто все время. Легко было бы делать. Так, сейчас он замораживает себе голову. Семь предметов, он делает сколько? Восемь, я не знаю. Айби. Ну, и папа ему говорит, что, ну, сынок, это будет легко Айби делать. Я тебе говорю по своему опыту знаю, поэтому папа ему не учился. Он говорит, по своему опыту знаю. Говорит, ну, ладно, раз сказал, так сказал. Ну, он выбрал Айби. Ну, вот потом еще и жилец. Ну, вот. Это, кстати, вечный вопрос. Какую программу выбрать? Айби сейчас раскрученная, модная. Все гонят за Айби. Я, например, тоже, я двумя руками и ногами только заявил. Зачем учить предметы, которые тебе не нравятся, и потом в университете ты их не будешь учить. В университете у них все равно идет очень узкая специализация. В университете учишь только то, что тебе нужно учить. И зачем еще два года себя мучить предметами, которые ты потом благополучно выбросишь. Ну, разве что есть действительно ребята академические, которые с удовольствием все учат и в будущем станут профессорами, теоретиками, научными сотрудниками. Таким, да. Ими нравится, они не жалеют, что тут на Айби. Есть ребята, которые не жалеют, есть, которые, наоборот, говорят, что рады. Надо было с ней сразу. Особенно, когда папа сказал, что... А почему папа сказал, что будет легче им? Чем-то папа помотивировал это или так? Я не говорю, что все время, когда Айби или Айби делали. Айби везде будет, но это нет. Вот, вот. Вот это еще одна проблема. Вот я не знаю, вот маркетинг, я не знаю. Ну, в принципе, это сильная программа. Но маркетинговый отдел у них еще сильнее. Вот всюду принимают во всем мире только Айби и Айлевел не принимают. Ключане говорят как. Говорят Айлевелу 600 лет. Айби... Айби, по-моему, даже 100 лет еще нет. Айби, по-моему... Каких 100 лет? Ну, по-моему, 60-60 годов прошлого столетия. То есть, 1060 или 1040. Ну, не буду врать. Ну, около 100 лет. И говорят, ну, наши-то студенты уже едут по всему миру учиться много лет. А Айби, ну, 100 лет звучит, конечно. Но в Англии оно зашло, я не знаю, последних лет 20, что ли, в Англии. А сейчас только набирает таких серьезных оборотов. А он говорит, а наши студенты едут по всему миру учиться всегда. И в Америку, и в Европу, и всегда их принимали с Айлевелом. А сейчас вдруг оказалось, что принимают только с Айби. А Айлевел никому не должен. Парадокс. А потом, да, потом дети мучаются. А он на какую специальность поступает, кстати, в Оксфорде. Ну, School of Economics тоже. На какую-то бизнес-экономику что-нибудь такое. Ну, да. То есть, ему химия, физика очень там пригодятся, да? Очень сильно. Ну, а ты как? На какой уровень метишь по университетам? У тебя есть какие-то вот такие, честолюбивые какие-то планы? Вот тоже в Оксфорд попасть? Не знаю. В ту же School of Economics? В School of Economics. Говори, правда, что ты слышишь? Нет. А почему? Потому что у меня есть школа, 3-друга. У меня есть школа, 3-друга. У меня есть школа в эту школу. Где-то в Сексфорде. Вот. А ты знаешь, что он на School of Economics занимает 3-е место в университете? В Англии? В среднем университете? Нет. Я вообще не знаю. Что значит все? У тебя все впереди. Они такие прям гении были. Все супер оценки, видишь? А. А у тебя нету какого-то желания им подражать? Нет. Но. По тем предметам, которые им нужны. Еще раз не понял. И в них были оценки хорошие. По тем предметам, которые им нужны. А какие им предметы были нужны? Ты помнишь? Оценки не очень. А предметы, какие они изучали? Математику, бизнес, экономику. Математику. Математику, бизнес и экономику. Математику, бизнес и экономику. Да. А ты как на экономику смотришь? Мне интересно что это такое. А где могу смотреть? Так. Хорошая идея. Нужно будет об этом подумать. Мне потому что не нравится твой выбор истории. Абсолютно не нравится. То есть он мне нравится как предмет. Но мне не нравится твое отношение к нему. И отцы, кстати, тоже. Поэтому ему даже больше, чем мне. Потому что он тебя дольше знает, чем я. Он как-то скептически относится к твоим планам изучать историю в секс-форме. И я так постоянно временем задумываюсь над тем, что в секс-форме. Может мы как-нибудь попробуем эту экономику где-нибудь? Какой-нибудь краш-корс. Чего ты так загорелся? Ты физкультуры не можешь с контролем написать. Олег. Хочешь, да? А что ты молчал, когда я тебе говорил, Олег, какие предметы выбираем? Папа не разрешает. Что? Экономику не разрешает? Можно сказать так. Да. Он сказал, что он очень тяжелый. Но мне хочется попробовать. Ну, это тяжелый предмет, но... Попробуйте интересно, что это такое хотя бы. Ну, это как своего рода. Ну, в принципе, если ты любишь математику. Ну, это смесь, понимаешь, это смесь гуманитарной дисциплины и точной. То есть там много логического мышления, много теоретической составляющей, но и очень большая составляющая математическая. Ну, это, понимаешь, это смесь, это бизнес. Бизнес, это, это, считай, это такая вытяжка из экономики и всех, из всех, как бы, сопутствующих предметов. Немножко маркетинга, немножко менеджмента, немножко учета, немножко финансов. Всего-всего по чуть-чуть. А экономика – это основательно изучаешь все эти процессы. То есть там, там, там цена и спрос и предложение – это так, знаешь, это как таблица предложения в математике. Это так только. Это так, начало. То есть они изучали в этом, в секс-форме, они изучали бизнес, экономику, математику и язык. Точно, ты уверен? Да. А какие них оценки были? Айстар. Все четыре? Ты не носи физкультуру не можешь вытянуть. Ну, ты ж умный парень. Ты не можешь, ты не хочешь. Ну, у тебя такие друзья, которые айстары получили, айстар получили на всех предметах и пошли в луна в клуб экономикс. Тебя никак это не мотивирует? Не мотивирует. Как? Каким образом? Девушки. Мне тоже так хочется. Ну, а кроме хочется? Ну, ты точно так же говорил мне, когда мы с аэропорта с тобой ехали. Полтора месяца назад. Блин, два месяца назад. Почему это не случилось? Ну, вот тут объясни мне, чего не хватает? Ну, вроде бы, понимание у нас с тобой есть. Взаимопонимание вроде бы есть. Как в таких базовых основных каких-то принципах. То есть ты понимаешь, что нужно учиться. Ты понимаешь, что нужно учить. Но при этом ты этого не делаешь. Ну, в большинстве случаев. Почему так? Ну, в корне любой проблемы есть какой-то один элементарный вопрос. Если на него ответить и его изменить, то в принципе можно изменить всю проблему. Нужно разобраться, почему. Ну, с пять летами сейчас я даже парень душу. Ну, что я не душу. Ох, хорошо, мы возвращаемся обратно. Три года я учусь, я три года подряд проходим. Повторяем одни эти же вещи по биологии, по химии, по физике, да. Затем, да, химию я вообще понимаю хорошо. Я думаю, хорошо. Слечка тоже. Ну, нормально. Но биология. Зачем это все будет видеть каждый год? Это тоже, если это просто бессмысленные вещи. Зачем мне знать строение? Листика вот эта. Зачем? Для общего развития? Ну, все, я понял. Зачем? Нет, я понял строение. Вижу, все. Это хромосомы, там все. Программчик, говори. Ну, ты понял, но при этом ты контроль не можешь написать? Ну, зачем мне написать, если я понял. Ну, контроль не это, именно, нужно для того, чтобы показать, насколько ты понял. Продемонстрировать свои знания. Сколько ты раз мне говорил, что ты понял, но я тебя спрашивал, а ты не знаешь. Ну, слушай, мне сказали, что следующий 85 дней. В счастливой жизни мне задумал вопрос. Заверяйте листики, расскажи мне, или контроль не пиши. Вот это я понимаю. Ну, давай не цепляйся к листикам. Ты учишь там и строение человеческого тела, и человеческие ДНК, и там очень много таких вещей, которые, которые ты и есть, которые, по-моему, знать полезны. А они проводят эти сравнения, как в растении, как в человеке. Ну, понимаешь, но это и отличает человека образованного от человека не образованного. Человек образованный, который понимает, и понятно, что ты не можешь быть профессором во всех областях. И в биологии, и в бизнесе, и не знаю, и автомобилестроении. Ну, по крайней мере, какое-то элементарное понятие ты должен иметь. Ты, во-первых, не знаешь, что тебе жизнь закинет. Бизнес тоже понятия растяжим? Ну, может, будешь какими-то в каком-то, не знаю, в какой-то сфере бизнес-анимации, связанной с растениями. Ты никогда этого не знаешь. У меня в университете был предмет, я не знаю, как он, не помню, как он звучал точно. Что-то типа безопасности жизнедеятельности, что-то такое. И там правила безопасности, правила поведения с химическими веществами, правила поведения с радиоактивными веществами. Как себя вести, если попало в зону поражения радиоактивными отходами. Это интересно. Это интересно звучит, но когда ты хочешь, и там какие-то тесты писали, контрольные. Я точно так же, как ты говорил, это в сто лет не будет нужно. Очень рассмешу. Я на пятом курсе работал уже на полставки в страховой компании. И тогда вышел закон о обязательном страховании опасных грузов. И меня, как молодого специалиста, поставили развивать это направление. То есть я начал разбираться с опасными грузами, с правилами поведения, с химическими веществами, с перевозами веществами. При том, что я орал, что мне это никогда в жизни не нужно было. Я учился на факультете финансы и кредит, экономический факультет кафедры финансов. И меня заставляли учить вот это вот химические вещества. Я орал и упирался. Не прошло и года, как я сидел на работе и это все изучал. Понимаешь? Да. То есть ты будешь иметь общее понятие, понимаешь? По крайней мере ты, когда тебе жизнь столкнется с этим, нужно будет. Ты, по крайней мере, будешь знать, где искать, с чего начать. А не будет у тебя китайской грамотой. Ну и опять же, главное дело в том, что это нужно. Тебя сейчас никто не спрашивает. Для чего-то придумана такая система образования, для чего-то есть такие предметы. Это есть сертификат средним образованием. За среднее образование человек должен иметь понятие из как можно больше областей жизни. Понимаешь? А ты это рассматриваешь, ты спортсмен, рассматривай это как подготовку к соревнованиям. Тебе сейчас твои соревнования это сдать экзамен. В спорте тоже есть такие вещи, которые не очень нравятся, правда? Не знаю, в разминках, например. Нравится я разминаться? Конечно. Нравится. Хорошо. А есть что-нибудь, что тебе не нравится в спорте, чтобы я мог сравнить? Провести параллели. Все прям нравится. Вот молодец какой. Так может, ты в какой-то институт физкультуры пойдешь? В физкульком будешь, что ли? А что смеешь? Везде все в спорте нравится, а другие предметы ты не понимаешь зачем? Ну ладно, вот я сейчас не понимаю. Как? Я же понимаю, что это на параллели. Понимаешь, но не учишь. Типа у тебя такие примеры. Я думал, ты там только дружишь с такими, которые тебя отвлекают от уроков. У тебя друзья, которые ушли учиться в лучшие университеты Великобритании. Которые закончили школу на A-Star. То есть на 5 с плюсом. Олег, бери с них пример. Какая у нас с тобой местность живописная, ты видишь? Угу. 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 Угу.